Всех приветствую на моем канале, с вами юридические новости. Многие граждане сталкиваются с такой проблемой, как незнание своих прав. Это очень отрицательно сказывается в первую очередь на их материальном положении, не позволяя вовремя получить положенную по закону выплату или льготу. В большинстве случаев меры социальной защиты назначаются на основании заявлений гражданина. Соответственно, ему недоплатят за прошлое время, когда право на льготу уже было, а обращения за ней еще нет. Избежать такой ситуации поможет только своевременное информирование о своем праве на льготы. С 2024 года вводятся новые правила, согласно которым органы государственной власти обязаны будут уведомлять граждан о том, какие меры социальной защиты они могут получить в связи с тем или иным жизненным событием. Вступает в силу постановление правительства от Российской Федерации от 14 ноября 2023 года, номер 1910. Информирование будет осуществляться автоматически через портал госуслуги, если информация о наступлении у гражданина соответствующего жизненного события отражена на специальной цифровой платформе. С 2024 года запускается единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а прежняя становится ее подсистемой. Закон от 10 июля 2023 года, номер 293 ФЗ. Новая цифровая платформа будет аккумулировать данные о получателях мер социальной поддержки и обеспечивать обработку всех сведений, которые необходимы для определения прав граждан на соцобеспечение. Чтобы получать автоматические уведомления о своем праве на льготы, нужно выразить на это свое согласие. В личном кабинете на госуслугах заходим в раздел «Документы», выбираем ссылку «Льготы и выплаты», далее перейти к согласию, нажимаем «Разрешить». Наравне с автоматическим информированием о льготах будет реализована стандартная система уведомлений на основании обращения гражданина, которая действует и сейчас. Получить сведения о том, какие льготы полагаются при конкретной жизненной ситуации, можно, обратившись лично в Социальный фонд России, региональные учреждения соцзащиты населения и медико-социальной экспертизы, либо в МФЦ. В качестве альтернативы предусмотрен единый телефонный номер, по которому будет осуществляться информирование о льготах. Но для получения подробной информации потребуется предварительно получить кодовое слово в ближайшем отделении Социального фонда России, которое нужно будет назвать при телефонном обращении.